Всем добрый вечер вторничный. Меня зовут Зарина Денисюк. Я сегодня вечер проведу с вами и будем разбирать сегодня одну очень важную интересную тему. Озвучена, объявлена она у меня как продукты NSP в спорте, идеи, результаты и особенности. И я очень люблю эту тему, осознанно ее выбрала, потому что вообще тема у нас занятия делится на две тематики. Это занятия связанные с бизнесовой частью, то есть возможности компании NSP. И вторая часть это wellness встречи, то есть все, что связано с продуктами компании NSP. И вот когда был озвучен вопрос о тематике, захотелось именно эту тему, потому что очень часто, вернее не то, что часто, а мы почему-то недооцениваем вообще возможности и продукт компании. Мы привыкли, что если NSP и добавки, это обязательно лечить. Лечить, лечить, лечить. Но ведь 99,9% добавок направлены на профилактику, направлены на дополнение рациона питания, направлены на обогащение рациона питания. И есть вот тот небольшой маленький процент парафармацептики, как они у нас называются. Это добавки с высоким содержанием определенных лекарственных трав, которые действительно лечат. Но, знаете, для того, чтобы лечить, нужно все-таки иметь немножечко медицинских знаний, вернее даже не немножечко, и понимать ответственность, потому что каждый, кто работает в компании NSP и кто является сотрудником, а не просто пользователем компании, должен отдавать себе отчет, что он работает со здоровьем людей. Мы несем большую ответственность за здоровье, и мы должны отдавать себе отчет. Правильно мы делаем, как правильно, что правильно и так далее. Но это только в том единичном случае процентов, когда у нас есть серьезные вопросы. Все остальные 99%, и этим занимаюсь лично я, и так работаю лично я, это все-таки профилактика. Поэтому, а тем более, когда эта профилактика еще не просто профилактика, связана с какими-то физическими, физически активными вещами, вот непосредственно со спортом, да. Поэтому NSP в спорте или спорт с NSP – моя сегодня тема. И да, я все-таки еще раз хочу сакцентировать внимание на том, что не забывайте, пожалуйста, что в NSP есть масса продуктов, которые помогают человеку вести нормальный, здоровый образ жизни. Ведь для того, чтобы принимать омегу, не обязательно иметь какой-то диагноз в медицинской карточке, да, или для того, чтобы пить лецитин, или для того, чтобы кушать смарт-милл, наш белковый коктейль, да. Для этого не нужно быть больным человеком, для этого не нужно быть каким-то неполноценным человеком, или иметь какой-то диагноз, да. Часто, когда спрашивают, я обожаю вопрос, всегда жду, когда же клиент задаст вопрос, а сколько это нужно кушать, или а будет ли у меня привыкание к этому. Потому что у меня есть готовый ответ на этот вопрос, он звучит очень легко и просто. А яблоки вы кушаете каждый день, или капусту вы кушаете каждый день, или морковку, там, не знаю, или рыбу, или мясо, все что угодно, да, обычные продукты питания. И у человека включается сразу мозг, и он начинает думать, ну да, ведь в самом деле, да, что такое биологически активная добавка? Если вы вспомните историю создания компании, да, когда Джин и Кристин Хьюз на кухне у себя каенский перец формировали в желатиновой капсулке, да, потому что каенский перец помог справиться с язвенной болезнью. Так, ну, каенский перец это продукт обычной мексиканской, ну не только мексиканской, да, кухни, да, то есть его добавляют как приправу, но в то же время, в зависимости от дозировки и правильного использования, да, он может быть как вот такое вот универсальное средство для решения каких-то вопросов по здоровью. Поэтому помните, пожалуйста, о том, что добавки – это нужная, правильная вещь, и не всегда, чтобы пользоваться добавкой, нужно заболеть. Очень часто пользоваться добавкой нужно именно для того, чтобы не заболеть. Это важно. Давайте, смотрите, идеи, результаты, особенности, да, я хочу начать с особенностей, потому что у нашего продукта есть много особенностей, да, хороших особенностей, скажем так. Ну, вообще, что такое спорт, что такое спортивное питание, и вообще, что вы слышали и знаете об этом, да, вы наверняка знаете, что индустрия спорта подразумевает под собой огромнейшее количество специального, вот даже я здесь буду подсчитывать кое-что, да, это целая индустрия, производящая специализированные продукты спортивного питания. Есть прям специализированные магазины спортивного питания, где огромные полки с огромными банками, эти все банки измеряются там тоннами, вот, и, я не знаю, в Украине тоже, ну, в СНГ, везде, в Европе это тоже очень популярны, эти магазины с этими банками, я иногда смотрю, что эти банки даже больше, чем сами спортсмены, уже они там покупают прям килограммами это все. Но я вам скажу, это, вот это правильно подобренное слово, да, индустрия, такая маркетинговая индустрия, потому что если разобраться в составах, я ради интереса специально ходила и разбиралась в составах этих всех огромных банок, и, вы знаете, составы ничем не уступают определенным добавкам, это раз, и, во-вторых, очень много и часто составы проигрывают составам в добавках. Я всегда смотрю на количество активных вещества, я смотрю на добавки, которые есть в этих банках, такие как сахары разные вкусовые, там какие-то подсластители, добавки, все остальное. Я смотрю на белок, я смотрю на аминокислоты, то есть я просто сравниваю, что к чему как, и смотрю обязательно на калорийность этих продуктов. Для этого не нужно быть специально обученным человеком, да, берется просто одна этикетка, другая этикетка, и даже не понимая разницы в каких-то названиях аминокислот, вы увидите, каких аминокислот в какой упаковке сколько, и какое количество есть, допустим, в биодобавках и в этих специализированных, так называемых, банках, да. То есть основная задача спортсмена, человека, занимающегося спортом, либо профессиональный, либо любительский, их этих задач несколько, да, то есть самое первое, это стимуляция анаболизма, то есть это повышение, то есть анаболизм повышает усвоение белка, увеличивает мышечную массу за счет природных и безвредных ингредиентов. И у меня здесь особый акцент написан, не попадающих в список ВАДА. ВАДА – это всемирная организация антидопинговая, да, которая контролирует, у всех на слуху есть это слово антидопинг, антидопинг, сколько в последнее время всяких разных есть вопросов с допинг-контролем, да, то есть организация, которая контролирует, чтобы не было каких-либо определенных анаболиков или запрещенных веществ в спортивной, в группе спортивного питания. У меня для вас есть хорошая новость, компания NSP имеет сертификат от ВАДА, да, я вам даже зачитаю, в процессе производства нашей продукции строго соблюдается процедура контроля качества, которая гарантирует, что продукты защищены от фальсификации, состав на этикетке соответствуют требованиям, и что готовые продукты и их компоненты не содержат запрещенных для спортсменов веществ, да. Этот сертификат ВАДА мы имеем на весь ассортимент продуктов. Если до недавнего времени у нас было только несколько продуктов, то сейчас все продукты протестированы и разрешены к употреблению. То есть я не знаю, как для вас, для меня это просто супер новость, потому что NSP, мы очень часто пропускаем какие-то события мимо нас, да, но в конце моего спича я вам покажу один небольшой маленький видеоролик, и он будет в разделе вот там вот, где результаты у меня есть, да, он будет именно в этом разделе, потому что в большом спорте NSP есть, присутствует, вы иногда даже об этом можете не знать, не слышать, но это так. Поэтому наличие разрешения ВАДА, да, важная вещь. Следующее, что важно для спортсменов, это поддержка опорно-двигательного аппарата. То есть это суставы, связки и обязательное преодоление или предотвращение спортивного травматизма, да, потому что спорт всегда подразумевает под собой риски, травмы и опорно-двигательный аппарат под угрозой всегда. И третье, я называю такие самые основные, да, их, конечно же, больше, но третье – это работа сердечно-сосудистой системы, то есть защита и поддержка, потому что при высоких нагрузках, да, работа сердца, соответственно, меняет свой ритм, сердечный ритм увеличивается, и за сердечком нужно обязательно следить. Именно для этого придуманы все вот эти спортивные браслеты и так далее, и так далее, чтобы вы могли отследить пульс, ритм и так далее. То есть вот такие основные задачи. Если бы мы сейчас с вами были оффлайн, а не онлайн, я бы задала вам вопрос, может ли НСП и есть ли в НСП возможности повлиять на вот эти три момента, да, на метаболизм, то есть правильный на опорно-двигательный аппарат и на сердечно-сосудистую систему. Ну, ответ очевиден, понятное дело, конечно же, может, может, да. То есть НСП может даже больше, чем некоторые спортивные магазины. Я не буду сегодня говорить о преимуществах продукта НСП. Вы сами замечательно знаете это. Есть масса литературы, масса роликов, обучение и так далее. Я не буду говорить о всех сертификатах. Вы тоже знаете, вот совершенно недавно у нас был записан такой же вебинар по сертификации. Найдите его, обязательно посмотрите. Там четко, черным, зеленым, вернее, по белому написано все, да, о тестировании продуктов и так далее. В компании НСП есть спортивное питание. В компании НСП есть защита опорно-двигательного аппарата, поддержка сердца. Для спортсменов всегда очень важно еще поддерживать печень, да, то есть чтобы правильно работа печень была. В компании есть такой уникальный продукт, как Тейфу. Вы знаете, спортсмены один только наш, лосьон Тейфу, они готовы за него, не знаю, отдавать все, что угодно, потому что Тейфу уникальная вещь. И вы почитайте. И опять-таки найдете информацию Тейфу, чтобы я не останавливалась о продукте. Хочется больше все-таки дать о возможностях, о результатах и особенностях работы со спортивным питанием. Но меня больше всего, знаете, что в Тейфу, я за что обожаю лосьон Тейфу. Я на каком-то из обучений выслушала, что лосьон Тейфу имеет запатентированную древнюю тибетскую формулу и что он очищает ауру. И вы знаете, иногда вот в самом деле бывает, ну вот что-то прям совсем как-то некомфортно себя чувствуешь. Наношу на ладошку маленькую горошинку, да, ладошки растирает. И просто достаточно немного подышать. Прямо открываются действительно глаза. Они открываются. Это если не говорить о использовании Тейфу в качестве обезболивающих средств, при растяжении связок, при растяжках, при болях в суставах и так далее. Это ваше домашнее задание. Скажите мне, пожалуйста, вернее не скажите мне, а если бы я задала вопрос, а может ли НСП закрыть такой вопрос, к примеру, как, ну, спортивное питание хорошо, поддержка спорта хорошо, все ли спортсмены, особенно те, кто занимается профессиональным спортом, да, все ли они правильно, вовремя, скажем так, питаются, кушают, следят ли они за этим. Я не говорю о рационе спортивного питания, я говорю, когда, допустим, идут какие-то соревнования, идут какие-то стрессовые ситуации и так далее, да, можем ли мы предложить спортсмену какие-то готовые решения, готовые наборы, да, это тоже у нас есть. Я об этом остановлюсь чуть позже. Ну, любой спортсмен и человек, занимающийся спортом, он всегда в поиске как минимум двух вещей. Это самое главное, это которые вот самые-самые главные. Это протеин, то есть белок, да, правильный и правильное количество, и аминокислоты. Это без чего спортсмены вообще не живут. Протеинов у нас есть, несколько вариантов, несколько видов. Притом протеины не просто белок, а белок с низким содержанием, то есть малокалорийный белок, который в двух вариантах есть. У нас есть белок природного происхождения и животного происхождения. То есть и здесь, пожалуйста, выбирайте, или вы кушаете мясо или нет, или вы вегетарианец или нет. Наши аминокислоты, я не знаю, как вы, я даже себе здесь баночку поставила, я без этой баночки не живу вообще. Не потому, что я зависима от аминокислот, а потому, что я чётко понимаю, что все мои клеточки каждый божий день строятся из аминокислот. И с едой я всё равно не скушаю их столько, сколько нужно. И всё равно они не усвоятся так, как нужно. А вот в этой маленькой баночке, нашей баночке аминокислот, все заменимые, незаменимые, все, которые только могут быть. Вот тот состав, о котором я говорила, что берёте баночку, смотрите. Вот весь состав аминокислот. И количество миллиграмм здесь же. Просто ради интереса можете пройтись с баночкой и сравнить, чтобы у вас был факт, о чём говорить со спортсменами. И как говорить, об этом тоже немножечко позже. Что мне... То есть, понимаете, не нужно быть специализированным магазином спортивного питания, чтобы работать со спортсменом и предложить ему как альтернативу продукты компании NSP. Не нужно. Не нужно быть супердоктором и специалистом для того, чтобы человеку показать на бумаге разницу, активное вещество, стоимость одного продукта и другого. Для меня ещё очень важно, и я всегда акцентирую на этом внимание, что наши продукты не тестируются на животных. Это тоже очень важно, потому что, особенно в свете всех последних событий, когда мир наконец-то начал заботиться, не мир, вернее, а население мира, да, планета начала заботиться всё-таки о том, что его окружает. И вот эти тестирования на животных – огромный плюс. Для меня это как одно из больших преимуществ продуктов компании NSP. сертификация вся есть, разрешение все есть, об этом я сказала. Много информации, я буду немножечко отвлекаться, чтобы я не потеряла все мысли, которые я хотела сказать. Какая основная проблема наша? Почему мы эту тему, тему работы NSP в спорте оставляем позади? Опять-таки, если бы я вас спросила, вы бы мне сказали, ну, наверняка вы бы мне сказали, не хватает уверенности, не хватает знаний, и для того, чтобы работать со спортсменами, нужно как-то быть в спорте или как-то быть спортивным каким-то и так далее. Окей, тогда следующий вопрос у меня – а где брать эту уверенность? И как, если вы хотите в этом сегменте работать, где взять эту уверенность? И как, ну, вообще, приобретаема ли она, и можно ли с этим справиться или нет? Ну, ответ, опять-таки, очевиден, конечно же, да, конечно же, можно. Где брать уверенность? Первая, самая главная уверенность – это использование продукта самостоятельно. Я, если бы вы заметили, когда я взяла баночку аминокислот, как я о них говорила, потому что это один из самых любимых продуктов. Я вам скажу, сейчас у нас июль, да, буквально в конце прошлого года я подстригла волосы, вот прям вот, ну, очень-очень коротко. У меня вот прям с одной стороны было прям вот так вот, да, длина волос. И длина моих волос сейчас. Я в процессе жизни иногда сама не замечаю, но потом ловлю себя, останавливаюсь, ловлю себя на мысли, Зарина, слушай, уже прям, ну, вот совсем уже хвост собираюсь сзади, да. Почему волосы так быстро растут? Почему они растут такого качества? Не просто же это потому, что я вот такая. Нет, потому что я каждый божий день принимаю аминокислоты. Я каждый божий день пью амебу. Периодически пью лицетин, да, то есть по желанию. Но есть продукты, которые постоянно. Откуда у меня уверенность в этой баночке? Не потому, что я что-то прочитала там или посмотрела, да, потому что я эту баночку пробую на себе. И я совершенно, я когда говорю с клиентами о аминокислотах, вы знаете, ну, вот они прям чувствуют эти мои внутренние вибрации. Все, с кем я говорила о аминокислотах, все, на протяжении всей моей карьеры в НСП, ни один человек не отказался в покупке аминокислот. Ну, вот я сейчас реально сижу, вспоминаю, и нет, все, одна, две, некоторые по три банки даже заказывают сразу. Откуда уверенность взялась? И с использованием баночки. Кто-то может сказать, что я не спортивная форма. Не вопрос. Вы же, с чем сравнить? Ну, например, когда вы приходите в магазин покупать обувь, да, и продавец с обувью вам что-то рекомендует, а у него, допустим, там 41 размер ноги, и он не соответствует каким-то определенным стандартам, да, то есть ему нужно ходить в удобных тапочках, потому что на каблучках он не может ему целый день выходить. Вы же не ориентируетесь на то, в чем обут он и как обут он. Вы ориентируетесь в его профессионализме, как он говорит информацию, как он подает, насколько он знает свою обувь, да, насколько он в ней разбирается и способен вам подобрать лучший вариант. Точно так же и у нас, да, то есть для того, чтобы работать со спортивным питанием, не обязательно быть суперспортсменом. Важно понимать, уметь показать разницу. Важно показать, чтобы человек увидел действительно, что вы кушаете продукт изнутри, потому что качество вашей кожи, ваших ногтей, ваших волос, не всегда наличие мышц или мускул, или веса, там, плюс или минус, позволяет вам делать хорошие классные сделки со спортсменами. Нет. Ваша внутренняя уверенность, уверенность в продукте, уверенность в том, что вы говорите, уверенность берется из попробовать, да, или же, допустим, вот этот тоже мой любимый продукт специальный, я тут некоторое поставила, которое буду показывать, да, это соуссик Энерджи. Вы знаете, если вы перед беседой со спортсменом выпьете стаканчик соуссика, стаканчик воды со стиком соуссика Энерджи, поверьте мне, ваша сделка закончится однозначно в плюс, потому что соуссик будет говорить за вас, настолько, вот, вы знаете, повышаются какие-то энергетические моменты, включаются такие невидимые, когда человек чувствует, что вы горите вашим продуктом, вы действительно, вы действительно отвечаете за тот посыл, который вы несете изнутри, да, где еще можно взять эту уверенность? Ну, если вы совсем только начинаете, то тогда, конечно же, смотрите вебинары, слушайте информацию, общайтесь с человеком, который работает с вами в НСП, слушайте истории других людей, есть безумное количество результатов, есть чаты с результатами, вот даже вот наш вайбер-чат, допустим, с количеством результатов, да, открыл только, пролистал, и уже ты понимаешь, ты даже, когда ты уже много лет с компанией, ты понимаешь, насколько есть шикарные вещи с продуктом, да, люди какие шикарные результаты получают, что иногда сам ловишь себя на мысли вау, это, ну, ну, действительно, это круто, даже тебе это дарит дополнительную уверенность, хотя она у тебя, уверенность уже есть, поэтому домашнее задание номер два – это приобретать уверенность, если нет, если есть, что делать дальше и как делать дальше, я тоже расскажу. По поводу, хотела сказать еще по поводу готовых решений, да, мне очень нравится, и я благодарна компании НСП за то, что наши специалисты, доктора и научные консультанты разрабатывают готовые решения, то есть наши программы по использованию, да, вот у меня даже под рукой есть такая книга, но она, это украинская наша книжечка, да, «Готовые решения для вашего здоровья», она, правда, это уже издание такое подустаревшее, сейчас решений готовых намного больше, да, программ, вот даже если открыть, допустим, первую страничку и здоровье ЖКТ как основа, но скажите мне, пожалуйста, неужели здоровье желудочно-кишечного тракта для спортсмена неважно? У него все, что он купил в этом большом, красивом спортивном магазине, пока пусть, допустим, он там еще покупает, да, он все равно это все будет класть в рот и воспринимать через желудок, да, есть у него вопросы в желудке и в желудочно-кишечном тракте, в усваиваемости и так далее. Важен для него набор ЖКТ? Нужен он вообще ему или нет? Или при всем том количестве всяких разных анаболиков, которые кушают спортсмены, которые занимаются непрофессионально, вернее, не участвуют в соревнованиях, а занимаются для себя, да, сколько они едят, всякой химией. Важен для них набор ЖКТ? Или, к примеру, набор здоровой печени, чтобы это все вывести, да, печень, орган, который фильтрует? Или скажите мне, пожалуйста, набор здоровья ваших суставов. Важен для спортсмена? Теперь следующий вопрос. Опять-таки, нужно ли быть доктором, чтобы с этим всем работать? То есть, понимаете, цепочка. Мы иногда в своей голове настолько ставим себе какие-то условности, что, ну, все, если я вешу там 100 килограммов и в жизни не занимался или не занималась спортом, то я не смогу с этим работать. Ну, почему же? Каждый индивидуален. Каждый выбирает свой путь. Но это не мешает вам показать человеку возможность другую. Да, я не такой, как ты. Я это признаю. Но у меня другие интересы. Слушайте, я люблю булку с чаем на завтрак. И великолепно себя чувствую. Мне это не мешает. Все окей. Но ты можешь выбрать вот здесь. Посмотри, пожалуйста. Это как пример, да? Или же еще... Так, улетучилась мысль. Эмоционально так где-то... Я сегодня эмоционально, потому что, ну, знаете, это действительно крик души. Очень многие люди, занимающиеся спортом, в поисках хорошего продукта. Очень многие. И очень часто, не находя хороший продукт, они отчаиваются, опускают руки и берут уже все то, что есть. А мы очень часто боимся открыть ротик и сказать, что у нас есть то, что тебе нужно. Потому что мы где-то не соответствуем какому-то параметру. Я не хочу сегодня никого обидеть, но я говорю, как есть, потому что я сама такая была. Только у меня в другом было загвозд. У меня не хватало внутренней. У меня были знания, уверенность. Но у меня не хватало внутренней силы сделать это. Но даже когда вы начинаете в своей голове какие-то мысли проецировать, всё вокруг начинает происходить в вашу... То есть помогать вам и происходить в вашу пользу. И вот так в моей жизни тоже случился один определённый контакт, просто, чисто, случайно, который в итоге вылился... То есть который дал неуверенность работы со спортсменами, со спортом, который вылился дальше в другой круг. То есть круг спорта, он всё равно... Ну, как бы там многие друг друга знают. Кто-то тебя рекомендует дальше, дальше, дальше. Ты делаешь какие-то красивые фото, видео, посты, там, репортажи и так далее. И это как начинается с маленькой снежечки, лепёшечки, да, в большой снежный ком, как снежная баба вырастает в итоге. Поэтому не отбрасывайте мысль работы со спортом. Маленьким спортом, большим спортом, любительским спортом, неважно. У нас есть для этого продукт. Эту возможность нужно использовать. Я вам рекомендую, я не знаю, есть ли сейчас эта книжечка где-то, но я когда-то её приобрела у нас на книжной раскладочке в Киеве, в сервисном центре. Она называется «Книга Павла Лепницкий. Твои 85% успеха». Павел профессиональный спортсмен. И вот здесь он разработал и подал аналог NSP с аналогом в этих обычных спортивных магазинах спортивного питания. Хорошая книжечка, она мне очень нравится, там очень много всего интересного есть. Идеи. То есть идеи, я имею в виду, это второй пункт из названия темы. Идеи в работе со спортом и со спортсменами. Давайте я вам расскажу свой опыт и то, что делала я. А вы дальше, возможно, додумайте что-то своё, возможно, возьмёте этот опыт, возможно, придумайте что-то ещё совсем новое и, возможно, просто послушайте и пройдёте дальше. Ваше личное дело. Значит, но для того, чтобы начать это делать, первое самое главное – нужно поверить в самого себя. и внутренне, вы знаете, как бы это смешно ни звучало, но внутренне нужно сказать себе, что ты можешь, ты способен идти в этот круг людей, у тебя всё получится, и ты большой молодец. Потому что с мыслью, такой, знаете, ну, может быть, я попробую. Нет. Спорт подразумевает под собой, что такое спорт, да? Это люди, которые идут к цели, идут к результату. Это целеустремлённые люди, это люди силой духа, силой воли, и они обязательно чувствуют вас, если вас где-то что-то жмёт. Если где-то что-то жмёт, и что-то не так, не ходите. Не знаю, выберите лучше какой-то другой метод. Туда нужно идти только, когда вы чётко уверены в том, что вы говорите, когда вы чётко знаете в себе цену, и когда вы способны, когда вот у вас отсюда идёт прям такое, вот такое. Я не знаю, как это объяснить словами, но я надеюсь, вы понимаете, о чём я говорю, да? Только тогда купят вас, купят, я имею в виду, да, то, о чём вы говорите. Значит, как было несколько таких вот примеров. Ну, один из примеров, это контакт с тренером по боксу, вот, и я просто, мы встретились на чай или на кофе, и я ему напрямую сказала, что, значит, смотри, ты занимаешься, ты тренер, да, ты тренируешь людей, там, учишь боксеры. Есть несколько вариантов. Значит, есть вариант улучшить результаты твоих спортсменов с помощью определённых добавок. Есть возможность, учитывая это, иметь дополнительный финансовый для себя финансовый интерес, если тебе действительно важный результат твоих спортсменов. и есть возможность, если это всё ты попробуешь, тебе понравится, выходить дальше на уровень выше, потому что у нас есть вада, мы можем совершенно спокойно выходить в большой спорт. Интересно? Да, интересно, окей. Хорошо. Значит, начинаем с, он начал с одной клиентки, Боже, это уже давно было, значит, там был соус, леп, коктейль, хлорофилл и что-то ещё. И он в процессе тренировки, да, то есть занимаясь ней, он увидел, какие она даёт результаты. Вот. Потом у нас с ним, у нас с ним были очень грандиозные, много идей. Значит, а, и ещё, вы, когда работаете со спортом, будьте готовы на промоушен, да, то есть на вложение каких-то своих, ну, возможно, финансовых, возможно, вернее, невозможно, а финансовых, да, это или какие-то подарки, чтобы были, или если мы говорим о каком-то спонсорстве, каких-то маленьких мероприятий, да, это будет лежать на вас. Значит, потом этот человек вывел меня на других людей, они организовывали, ну, у них такой был мини-клуб тоже, по бойцовским искусствам, да, там я выступила, то есть я им предложила, давайте я вашим ребятам, кто будет занимать призовые места, подарю наш продукт, да, хорошо, окей, мы это организовали, сделали, потом те ребята, которые мне дарили продукт, я обязательно, ну, знакомилась после соревнований с ними поближе, мы обменивались контактами, я добавляла их в Facebook, Instagram, друзья, и дальше уже с ними лично вела беседы, спрашивала, как результаты, то есть мне было интересно. Дальше эти же организаторы, я опять-таки села с ними на чай, говорю, ребята, есть вот такая-то возможность, хотите, давайте улучшим результаты ваших клиентов, ваш финансовый интерес, ну, и так далее, по схеме и так далее. Потом, значит, это направление, обязательно обратите внимание на направление фитнеса, фитнес-тренеров, фитнес, вот сейчас все, что вот связано с, сейчас, по-моему, уже каждый второй у нас диетолог, ну, мне так интересно, или это вокруг меня так все собирается, или в самом деле, я имею в виду не тех, кто в компании НСП, а вот, ну, просто по жизни, да, хотите ли вы, чтобы ваши клиенты получали большие, лучшие результаты, вы имели еще свой финансовый интерес, то есть, это вот такой основной посыл, который можно дать, ну, если человек в спорте, если мы говорим, к примеру, о тех, кому приходят клиенты в спорте, о тренерах, о инструкторах, и так далее, если мы говорим о самих спортсменах, то понятно, да, что для них важен результат, улучшение результата, садимся и сравниваем, берем баночки, берем их и сравниваем, показываем преимущества и сравниваем активное вещество, что он получает на выходе, да, еще очень суперская штука, но это, конечно же, то, что требует вложений немножечко больше, это спонсорство на мероприятиях, да, вот я смотрю, наши коллеги и из Польши, да, выступали спонсорами и бодибилдинговых соревнований, и соревнований беговых, и так далее, то есть, я единственное, что не знаю, это либо индивидуальное спонсирование, либо как-то спонсирование, ну, частично компания, частично индивидуальное, но это, это на самом деле здорово, когда, вы все это видите в ролике, который я в конце покажу, на самом деле здорово, когда логотип компании на такой большой массе людей, и все, что связано со спортом, с красотой, совсем, ну, не очень нравится. Показывайте примеры, что вот, смотрите, вот у нас такой-то, такой-то спортсмен с НСП, какие-то, такие-то соревнования с НСП, то есть, показывайте результаты других людей. У нас, допустим, вот, опять-таки, в Молдове, да, ребята, профессиональный спорт, большой спорт, это Кладо, да, у нас, Степан Димитров, есть молодой человек, который занимается профессионально на Тэквондо, тоже с НСП, и тоже очень приятно, когда НСП в большом спорте. Так, сейчас, подождите, я подсмотрю еще, кто у меня, потому что готовила ролик, и, а, кстати, еще показать, показать результаты, вот, этот видеоролик, который я показывать буду, он начинается, с американского баскетболиста, да, Кэндалл Джилл, он в Чикаго Бус играет, и вот я им насловила те моменты, когда он достает из холодильника нашу бутылку хлорофила, да, это лицо узнаваемо, его многие знают, и этот ролик тоже есть в сети, можете его использовать, можете использовать информацию из разных источников, даже если вы просто в губы выбьете НСП в спорте, да, или в большом спорте, вы можете найти очень большое количество информации, картинок, видеороликов, разных историй, да, то есть, в которых говорится о связи НСП и большого спорта, используйте это, эту всю информацию для работы, то есть, прежде чем идти и с кем-то говорить о наших продуктах в спорте, вам нужно понимать, что для этого человека важно, то есть, вам нужно хоть немножечко понимать и знать о человеке, что для него важно, для него важен результат, или для него важна там вот поддержка какая-то там финансовая или еще что-то, или для него важно получить там максимум из минимума, да, то есть, для того, чтобы что-то приложить, нужно понимать. Изучите немножечко человека до встречи, понаблюдайте за ним. Знаете, что я еще делаю очень часто, делюсь тоже с вами секретом, я в соцсетях наблюдаю за, ну, за людьми, которые связаны со спортом, за тренерами, за инструкторами и так далее. Я наблюдаю, смотрю, сначала знакомлюсь с ними, да, добавляю в друзья и смотрю, поддерживаю, ну, у нас на сленге это называется лайк, фотографии, какие-то комментарии, да, то есть, начинаю с человеком просто дружить. Я не стреляю ему в лоб сразу сообщением, давайте, вот, вы будете наши продукты использовать в своей работе, у вас будут шикарные результаты, завтра вы станете супер-пупер известным, популярным, богатым человеком, и все случится. Ну, и вы знаете, я сама получаю очень часто такие сообщения в личку, а когда человек не успел только добавиться к себе в круг какого-то твоего общения, он сразу идет к тебе с каким-то боевым своим предложением. Это настолько переворачивает тебя, это настолько вызывает в тебе вот реакцию, нет, стоп, не надо, не хочу, не хочу, да, то есть, всегда, все, что вы хотите сделать, прочувствуйте через себя, прочувствуйте на себе. Если вы дружили с человеком, найдите какие-то общие интересы, да, какие-то точки соприкосновения, только после этого очень корректно вы можете спросить. Я спрашиваю, а работаете ли вы, так как, смотрите, дело в том, что слово биодобавки, оно уже не такое страшное, как было 5, 7 или 10 лет назад, 10 лет назад это вообще было что-то очень страшное. Сейчас биодобавка это обычное нормальное слово. Сейчас многие страны внесли биодобавки в обязательный рацион питания, рекомендуемый, да, ежедневный. Поэтому слово нормальное, не надо его бояться. Я задаю вопрос, замечательно, я давно за вами наблюдаю, у вас такие классные результаты, вы там мастер своего дела, ну, в зависимости от ситуации. Скажите, пожалуйста, вы используете в своей работе или вы работаете с какими-то добавками, как вы там восполняете недостаток омеги или витамина D, или еще что-то, да, то есть вызывает человека на разговор. Если мне человек скажет, да, я работаю с компанией X, к примеру, о, слушайте, замечательно, а скажите, пожалуйста, допустим, там и беру какую-то самую, ну, опять-таки беру эту баночку аминокислот, к примеру, нашу, и говорю, а сколько есть у вас там аминокислоты? Да, есть. И скажите, пожалуйста, сколько там, к примеру, вот этот вот элиоргинин, который, аминокислота, к примеру, или сейчас, 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 трептофана или лицина, или зина, да, такие популярные аминокислоты, сколько у вас баночки? Она мне там пишет столько-то. Я ей говорю, вы знаете, есть аналог хороший, который можно тоже использовать за другие деньги, другое количество активного вещества. И сбрасываю ссылочку, к примеру, на нашу аминокислоту или просто этикеточку для сравнения. Если человек отвечает, нет, не работаю, ни с какими добавками, ничего, все это, идет запись, все это ерунда, к примеру, да, окей, хорошо, а как же вы тогда восполняете недостаток белка в рационе? А вы знаете, что только 50% белка усваивается организмом из еды, вот, и это, как ваши клиенты получают необходимое количество белка? Ну, вот она вам там что-то ответит, к примеру, да, или же человек отвечает, нет, но я в поисках, не могу пока выбрать. Ну, вот это 99,9% ваш клиент, да, если вы правильно преподнесете ему, покажете, расскажете, дадите право выбрать, посмотреть. Мой разговор или моя переписка всегда с такими людьми заканчивается фразой «Я оставляю сайт, смотрите, читайте, выбирайте, я на связи». Запомните, есть одна такая крутая вещь, сейчас, секундочку, когда, как завершить разговор? Всегда завершайте разговор такой фразой, с которой вы можете начать следующий вопрос. Не фраза там «до свидания», а фраза «мы на связи» или «я всегда отвечу на все ваши вопросы», или «буду рада помочь», то есть разницу, понимаете, «до свидания» и точка или знак восклицания, и «будем на связи» или «до связи». То есть оставляйте возможность, чтобы пройдет несколько дней, если человек не выйдет с вами на связь, вы могли дальше поддержать с ним разговор, вроде как и не прерывая его, чтобы, да, чтобы, ну, это психологически важно, такой вот момент общения с человеком. вот, либо же, если уже играть по-большому, да, то находить выходы на какие-то большие мероприятия, большие какие-то соревнования и так далее, идти в оргкомитет и разговаривать о вопросе спонсирования. Спонсирование не деньгами, понятное дело, да, а спонсирование, ну, вот, я работала в виде спонсирования подарками, да, то есть мы дарили подарки участникам и за это наш логотип был размещен на баннере мероприятия. Знаете, это как бы, ну, с одной стороны, вроде как пальцем в небо, да, потому что, ну, человек взял подарок, для него это подарок, подарок не особо так ценится, но с другой стороны, это ваш имидж, ваш авторитет, ваш засвет, вас уже увидели, да, это классный, красивый контент для дальнейшей работы, то есть фото, видео, съемка и так далее, то есть то, что вы можете потом использовать в своей работе. И обязательно постарайтесь иметь контакт тех, кто получил ваши подарки, чтобы вы потом могли задать вопрос, а как вам, как результаты, что, что интересно, вот у нас есть еще это, это, это и это, да, то есть, чтобы была возможность развить тему дальше. Возможно, вы сегодня ждали от меня, что я вам разложу по полочкам все наши добавки и вот как, что в спорте нужно. Вы знаете, повторюсь еще раз, я не доктор, у меня нету медицинского образования, это не мешает мне много-много лет, уже почти два десятка лет, быть с компанией НСП, быть влюбленной в продукт компании НСП и эту влюбленность нести дальше в мир, потому что я могу вам рассказать свой рацион, что делаю и как делаю в спорте я, потому что я занимаюсь спортом любительски, да, это спортзал и просто активный образ жизни, вот, и то, что есть у меня, допустим, возьмем, ну, тренировка в спортзале, к примеру, да, перед тренировкой я выпиваю в обязательном порядке Soul Stick Energy, Soul Stick Energy дает дополнительную энергию, чтобы справиться со всеми нагрузочками, которые я буду делать. После, в спортзал, в обязательном порядке с собой в водичку я добавляю наши жидкие хлорофиллы. Мне нравится в спортзале тем, что хлорофилл снабжает клеточки кислородом, у вас нет такой сильной задышки, одышки, да, и вы когда потеете, вы не так плохо пахнете, как окружающие вас люди. Извините, пожалуйста, но это факт. После тренировки я выпиваю Smart Meal, да, то есть коктейль Smart Meal, и в коктейль Smart Meal, и запиваю одну или две капсулки аминокислот. Ну, от настроения зависит. Если нет аминокислот, заменяю, вернее, я чередую иногда аминокислоты, иногда пчелиная пыльца. Эти продукты сейчас взяла, потому что они у меня тут под рукой на столе всегда стоят коктейль, и пыльца всегда лежат в спортивной сумке, да, то есть я их оттуда не достаю, чтобы, когда это все мешает, чтобы не забывать. Значит, то есть вот, вот так вот. Потом после тренировки я не кушаю, то есть я выпиваю коктейль, запиваю или аминокислоты, или пчелиную пыльцу, и не кушаю, да, то есть это уже, для чего это делается после тренировки, да, то есть почему белок важен после тренировки и аминокислоты, чтобы, любая тренировка, это разрушение, да, мышцы, то есть, ну, как бы, да, выделяется вот эта молочная кислота, там, которая вызывает, так называемую, волю мышц, вот, и для того, чтобы восполнить мышцы, да, то есть дать им строительный материал для того, чтобы они строились дальше, правильно, я, ну, нужно добавлять белок, это я вам на таком, знаете, разговорном уровне, чтобы людям, которые не имеют никакого отношения к медицине, было понятно. На тему белка, аминокислот, строение этого всего, да, тоже есть огромная масса материала, это все вы можете найти самостоятельно. Моя задача сегодня вам показать и объяснить, что не будучи семи пядей во лбу и супер-пупер специалистом в области спорта, вы совершенно спокойно можете работать со спортом, со спортивными организациями. Сядьте сегодня и подумайте, продумайте, какие это свои контакты, кто в вашем окружении связан со спортом. Начните кушать аминокислоты по утрам. Одна-две каусылки аминокислот по утрам способны творить чудеса. Это я вам, опять-таки, проверенную информацию даю, и не только потому, что это волосы, ногти. Аминокислоты – это настроение, это отсутствие депрессии, это открытые глаза, это правильно работающий мозг, но это все, это каждая клеточка вашего организма, это аминокислоты, благодаря аминокислотам строятся правильная такая, как нужна. Поэтому поверьте в себя и позвольте себе выйти на этот уровень, на уровень работы со спортом и со спортсменами. В НСП есть все для этого, все совершенно. И апеллируйте всегда, в большинстве своем, вот этим сертификатом ВАДА, отсутствием, то есть с разрешенным допингом, контролем. Это, знаете, это как такая фишка, вот у нас ВАДА есть. Важно, спортсмены, которые знают, о чем речь, понимают, они оценят это обязательно. Давайте, отсыпайте попробовать Тейфу. Вот маленькие такие баночки, Тейфу довольно-таки большая упаковка. Можно тоже, нельзя сейчас показать вам. Можно просто просто как в виде угощения или дать попробовать, угощение утрировано, ни в коем случае не кушать, отсыпайте в маленькую упаковочку, дать попробовать с собой. Вы знаете, вот если есть вот эта такая боль, которая мы где-то что-то потянули, или нас продуло, или резко голову поверну, вот эта такая мышечная боль, особенно она всегда бывает в области шейных, шеи, да, или вот здесь вот плеч, два-три дня Тейфу эту боль снимает. Вот просто дайте человеку попробовать. У нас был врач спортивный какой-то команды, ой, я сейчас даже не вспомню, какой команды. У него Тейфу, это было просто, ну вот просто, он ни на одно, ни на соревнования, ни на одну тренировку, ни никуда не ходил без нашего Тейфу, и как ему были благодарны ребята. И он, по-моему, на этом Тейфу делал еще и хороший товароборот, и потому что, ну, каждый помазаться у врача, это одно, а себе, конечно же, хочется такое. Кстати, еще, опять-таки, из видеоролика вы увидите, что НСП существует у нас и поддерживает и футбол, да, и участвует в футболе, и поддерживает футбольную небольшую любительскую лигу, но все-таки поддерживает. Ну, давайте я включу вам этот ролик, чтобы вы его посмотрели, зарядились теми же эмоциями, которые есть у меня, потому что после таких моментов, ну, ты осознанно понимаешь, что, ну, нечего молчать, нужно говорить об этом, нужно об этом трубить на весь мир, рассказывать всем о возможностях, и давать человеку право выбора, не решать за него. Мы часто очень решаем за человека, а, нет, это ему не надо, ой, а, нет, это же большое, я туда не пролезу никак. Все возможно, главное, ваш посыл, ну, давайте посмотрим, потом еще дообщаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я опять с вами, вот даже о некоторых из ролика забыла, я же говорю столько информации, что все, все, что в этом ролике, кроме фотографий с бодибилдинговых соревнований, это они были в Польше, вся информация, я всех знаю лично, и с большинством из них работала, из них работала именно я, то есть, ну, возможно все, все реально возможно, все в ваших руках, а, ну, еще футбольный, футболист, да, это, футбольную команду поддерживал наш сервисный центр в Киеве, да, один из сервисных центров, ему огромная благодарность за красивый вид, когда на футболках, вот такие красивые наши логотипы, и ты потом, ты потом показываешь эту фотографию, и у тебя тепло внутри, потому что это твоя компания, и это продукт, который действительно помогает получать больше, лучшие результаты. Что еще смотрела ролик, еще хотела сказать, а, и там было еще несколько фотографий, и одна из фотографий была там, где на вершине горы, да, это Граммон-Блан, это ребята подняли сюда, подняли флаг наш, Нэйча Саншайн там, тоже очень приятно, и ребята, спортсмены профессиональные, занимаются профессиональным спортом, поэтому, ну, кушайте продукт, ведите здоровый образ жизни, здоровый образ жизни подразумевает под собою любовь к себе, потому что, если вы сами себя не любите, очень сложно, чтобы вас любили окружающие, а любовь к себе начинается в первую очередь с принятия себя и любви к своему здоровью, к своему самочувствию, любовь к себе, вы знаете, опять-таки, если говорить о спорте, то и о питании правильном, то, да, кофе с булочкой на завтрак, это, конечно, хорошо, но из кофе с булочкой вы получите только положительную эмоцию для себя, и все, вы не получите ничего питательного и нужного, и важного для вашего организма, ноль, вообще, зеро, не говорю уже о хуже, да, но вы получите эмоции, то есть, ваш психоэмоциональный фон, ваше состояние будет на хорошем уровне, потому что это ритуал, такой, кофе с булочкой, да, но этот психоэмоциональный фон очень быстро потухнет, потому что эти быстрые углеводы очень быстро сожгутся, вы опять захотите кушать, и следующая еда, если это опять будет кофе с булочкой, будет замкнутый круг, да, если утром вы покушаете, ну, давайте так, несколько вареных яиц, только авокадо, и, к примеру, кусочек паштета, намазанный на, не на хлеб, а на хлебец какой-то, да, вы пьете чашечку кофе, ой, извините, господи, соустик, я смотрю на соустик, говорю кофе, чашечку соустика, да, я пью соустик по утрам, с чаем, то есть я завариваю чаек, немножко он остывает, и я полстика соустика добавляю в чаек, будет похожий психоэмоциональный фон, но будет больше пользы для организма, а если утром вы возьмете шейфер, бросите две клубнички, полбанана, нальете туда сока молока или воды, или какого-то, у кого там на молоко не переносима, сейчас масса миндальная, кокосовая, этот, влезут в голову норвежские слова, как это называется, овсяное, да, то есть разное молоко, нажмите пару раз кнопочку, добавите туда мерную ложечку смарт-мила, нажмете пару раз кнопочку блендера, все это взобьете и выпьете, а если этим коктейлем вы еще запьете одна коктейль, аминокислот, вот тогда это будет просто вообще бинго, это будет в точку, и тогда будет не только психоэмоциональный фон шикарно работать, быть вернее, потому что это будет очень вкусно, но это будет еще и полезно, клеточки ваши вам скажут спасибо, мозг ваш заработает совершенно подземлемо, другому, вы не устанете, и до обеда не будете хотеть кушать, у вас не будет вот этого вот нервного, чтобы такого перекусить, вам не будет хотеться сладкого, потому что сладости не тянет к ней, вы знаете, я вот словила себя на мысли, что я в последнее время могу сидеть, я сладкоежка безумная, но я могу сидеть перед тортом или перед сладостью какой-то, и даже не взять ее, потому что я просто не хочу, организм не хочет, вот это реально возможно, потом нальете себе в бутылочку с собой водичку, хлорофильчика, и пойдете по своим делам, на работу или еще куда-то, вот это любовь к себе, вот это вы позаботились не только о себе снаружи, нанесли макияж, одели красивую одежду, туда там и аксессуары, вы одели еще очень красиво изнутри своего организма, вы дали ему все, что ему нужно, потом без проблем в обед выпейте там себе кофе, чашечку с булочкой, пожалуйста, но накормите правильно утром свой организм, но эта тема уже не спорта, а тема питания, другая тема, но хочется все-таки ее затронуть, потому что, вы знаете, часто очень душа вливается кровью, когда я смотрю, особенно чем кормят деток на завтрак, что кушают на завтрак люди, и я понимаю в своем мозгах, что 80% их неприятностей по здоровью начинается именно отсюда, вот, и с этим всем тоже можно, это все можно поменять, с этим можно поработать, чем, собственно говоря, и занимаемся. Поэтому благодарю всех за ваше внимание сегодня, я честно очень надеюсь, что я дала, может быть, кто-то ожидал схем в спорте и так далее, нет, схем не было, но я надеюсь, что я дала вам посыл и информацию для развития темы работы со спортом и НСП в спорте, вот, если у кого-то есть вопросики, можно сейчас в чат, если они есть, если нету, я надеюсь, будет запись Александру Миронику, огромная благодарность, он мне сегодня помог это все, все поставить там, правильные кнопочки понажимать, вот, и будет все в записи, я очень хочу, чтобы большое количество людей из этой записи посмотрело и позволило себе идти, идти в тему спорта и заниматься темой спорта, и вы только на секундочку представьте, какое количество, вот, я не знаю, иногда закрываю глаза, представляю огромный стадион и какие-то соревнования, ну, пусть будет футбол, там, по-моему, больше всего игроков, в одном месте собирайте, и вот, и все они продукты NSP, с шикарными результатами, со всем, вот, я вам желаю таких футбольных команд, клиентов, довольных клиентов, с хорошими результатами, это очень важно, благодарности есть, да, вам тоже всем огромное спасибо, если еще будут какие-то вопросы, Александр наверняка разместит видео на YouTube, и там можете задавать, вот, Александр уже даже ссылочку, да, можете задавать вопросы там, всех люблю, всех обнимаю, по всем, кого знаю и не знаю, скучаю, да, надеемся, скоро границы будут открыты, мы на каких-то ближайших мероприятиях увидимся, обнимемся, поделимся новостями, эмоциями и всем остальным, и самые главные результаты нашей работы, желаю вам колоссальных результатов в работе, все, всех благодарю, хорошего вечера, пока-пока.